Девушки отдыхают Название Hell's Highway «Адская дорога» десантники придумали для той узкой дорожной полосы потому, что битва за нее оказалась сущим адом. Зачем создавать игру о битве, в которой армия союзников, за которую вы будете играть, потерпела поражение? Зачем? По-моему, именно из-за нашего стратегического поражения эта история представляет для нас особый интерес. Это необычный сценарий, где все заканчивается парадом и похлопыванием друг друга по спине со словами «Мы снова победили». Именно неудачи являются богатой почвой для по-настоящему захватывающих сюжетов. День 17 сентября 1944 года был тихим и погожим как в Эйнховене, зоне, так и на бельгийской границе. Неожиданно небеса заполнили мириады самолетов. В результате многочисленных вылетов в Си-47 было сброшено 35 тысяч парашютистов. Немецкие солдаты смотрели в небо в недоумении. Мы отправляемся в Голландию и открываем это чертово шоссе. Операция Маркет Гаден была задумана очень смело. Она должна была открыть нам прямую дорогу на Берлин. Прошагать нужно было немало. Пробьем брешь в немецкой обороне, двинемся прямо на Берлин, дадим каждой Гитлеру в нос, а к Рождеству будем дома. Десантными высадками планировалось покрыть огромную территорию, чтобы быстро занять мосты через каналы вдоль узкой дороги протяженностью около 60 миль. Дорога проходила по территории Голландии и вела прямо к реке Рейн. Но роль наблюдателей немцев вовсе не устраивала. Все должно было пройти четко по плану. Любой провал ставил под угрозу судьбу всей операции. В военных операциях все идет по плану, только если вам сказочно повезет. Немцы, укрыться немедленно! Пошли! Но чудо оказалось на стороне немцев. Совершенно случайно две их танковые дивизии оказались отправлены на отдых и восстановление в Голландию. В начале операции союзники надеялись, что им будут противостоять только старики и мальчишки. И никто не рассчитывал воевать против двух хорошо укомплектованных танковых дивизий. В 1944 году немецкие танки были весьма грозным оружием. Добавьте сюда испортившуюся погоду, несколько не там выброшенных групп наших десантников, отсутствие подкреплений, и вот вам результат. Это группа «Кик оф Блю». Здесь повсюду Джерри. Где подкрепление? Без поддержки, без амуниции, голодные, мокрые, замерзшие, уставшие и под непрерывным огнем противника. Боб! Боб! Как только немцы поняли, что мы хотим учинить, контратака последовала немедленно. Десантный коридор был окружен и раздавлен. Десантники находились далеко на вражеской территории. Численное превосходство было на стороне противника, а им никто не помогал. У нас есть замечательный отдел, который специализируется только на воссоздании исторических деталей. Мы занимаемся реконструкцией исторических мест и событий, пытаясь оживить их в игре. Самолеты-разведчики вылетали на съемку событий операции «Маркет Гаден» каждые три часа, поэтому у нас есть возможность увидеть детальное расположение войск, каждое артиллерийское орудие. На некоторых фотографиях можно заметить даже сами боевые действия. В отличие от других игр, у нас есть возможность использовать подлинные снимки и другие документальные материалы. Вместо того, чтобы моделировать поле боя, как карта ляжет, я могу взять фотографию и увидеть, как именно стояли дома и деревья, и воссоздать это. Мы снимали настоящие танки, настоящие джипы времен Второй мировой, стреляли из тех винтовок. Мы делали все это, чтобы убедиться в точности передачи той атмосферы. Я даже отправил их на войсковые тренировки, чтобы они могли вкусить все прелести солдатской жизни. Мы нашли действительно впечатляющие фотографии. Солдаты несут раненых или проходят мимо мертвых товарищей дороги. Фотографии убитых горем солдат, каждый со своей историей. Все подобные детали мы пытаемся перенести в игру. Некоторые истории, рассказанные ветеранами, были на редкость жесткими. Порой их даже трудно пересказывать. Один парень взял винтовку убитого друга, но не смог выстрелить, потому что затвор был забит кусочками мозга. Мы встретились с Джорджем Коскимеки, автором многих отличных книг о Второй мировой. Он рассказал нам, как однажды пробираясь по окраинам поселка, в зон, где они вошли в небольшой сарай, и увидели там повешенную немцами девочку-подростка. Во время этого рассказа эмоции просто переполняли Джорджа. Было заметно, что это по-прежнему не дает ему покоя. Но именно такие рассказы представляют для нас наибольший интерес. Мы создаем игру о Второй мировой, а там был настоящий ад. Именно поэтому мы так чтим тех, кто смог выбраться оттуда человеком. Продолжение следует...